В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который был подан группой депутатов, в том числе один из авторов этого закона Игорь Лапин. По внесению изменений закон Украины об оккупированных территориях, который был принят в апреле прошлого года. Где перед этим парламент наш украинский принял решение о том, что та часть Луганской и Донецкой области, на которой находятся российские оккупационные части, тоже признаны оккупированной территорией. И, соответственно, в закон предлагается внести пункты, уже касаемые и Луганской, и Донецкой областей. То есть трех? И Крым, и Луганской, и Донецкой областей? Да, вполне логично, что все это в одном законе должно быть описано. И предложено внести определенные изменения в систему взаимоотношений с оккупированной территорией Крымского полосного. Скажите, коротко, просто и понятно, какие, чтобы мы наконец-то... Переходное положение, пункт второй, ликвидировать действия, норм закона о свободной экономической зоне Крыма. Вот и все. И что тогда? А тогда, ну, говорить о полной изоляции, это неправильно. Речь идет, собственно говоря, не об этом. Ну, во-первых, там действительно живут наши граждане, да, о которых страна по мере возможности, которые у нее есть, должна заботиться. Но вполне правильно и логично, что заботиться о своих гражданах страна должна на той части территории, которую она контролирует. Соответственно, в прилегающих территориях, что в Херсонской области, да, поближе к административной границе с Крымой, где не должно быть границы коррумпированных таможенников, коррумпированных пограничных, для которых их служба — это суть их бизнеса. А там должна быть точно так же линия фронта, просто на которой не ведутся активные боевые действия. Там должны стоять вооруженные силы Украины. А сейчас у нас там, на самом деле, там таможня. Там таможня по гранцам, да. Там должна работать спецслужба, но при этом создаваться, ну, давайте так, может, некрасиво звучит, назовем их обменные узлы, которые могут приехать граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, купить необходимые им товары, получить необходимые им услуги, в том числе там по оформлению документов, заключения сделок и так далее, ну, и вернуться к себе. То же самое и в отношении оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Просто единственное, что с учетом того, что там линия фронта активна, что бы ни говорили нам про минские договоренности и так далее, эти обменные узлы должны быть просто подальше удалены от линии фронта. Должны быть нормально организованные пункты перехода, да, вот этих разделительных линий. Должны существовать зеленые коридоры, через которые люди могут покинуть, которым уже не в моготу жить на оккупированных территориях. То есть это уже такой комплексный подход к организации взаимоотношений с территориями, которые находятся в оккупации. Быстро вернуть, у нас сегодня их нет возможности. Это нереально. Соответственно, мы для себя должны понимать, что какое-то время эти территории будут находиться в оккупации, но по всем международным, скажем так, законам, порядкам, взглядам, за качество жизни населения и без его безопасности на оккупированной территории всегда несет страна оккупанта. Поэтому граждане россияне, малоуважаемые или вернее неуважаемые, захотелось вам части украинских территорий, будьте любезны, содержите людей, которые остались на оккупированных территориях. До того момента, пока Украина поднаберется сил и сможет эту территорию вернуть. Вот. Продолжение следует. Вот. Вот.